С 2014 года на этих землях допустимо строительство только индивидуальных домов высотой не выше 12 метров и не более трех этажей. Такое решение было принято на федеральном уровне. В 2017 застройщик Роберт Косицын получил разрешение на строительство индивидуального дома площадью 272 квадрата. Нарушения были обнаружены сотрудниками администрации на ранней стадии строительства. Уже тогда площадь застройки была превышена почти вдвое. Мэрия подала в суд иск о сносе. Глава Сочи лично встречался с застройщиком и предупредил, что дальнейшее строительство незаконно. Но в итоге на участке вырос вот такой дом, который суды признали подлежащим сносу. Ситуация с незаконным строительством на территории Сочи под контролем и краевых властей. Самостроение необходимо сносить. Объекты, которые строятся без соответствующих разрешений, с нарушением норм градостроительных и правил, они будут сноситься. Снос дома на перелетной ведет подрядная организация. Сам застройщик отказался демонтировать здание. Такая же судьба ждет и другие объекты, построенные незаконно. Уже ведутся подготовительные работы по сносу трехэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...